Всем привет! А я тут как шпион снимаю для вас из окна. Дело в том, что у наших соседей умер человек. И людей, которых вы видите на улице, это справляют похороны. Я долго думала, стоит ли озвучивать такую грустную тему, и решила, что все же вам будет интересно. И давайте сегодня я расскажу вам о похоронах в Алжире. Как же они проходят? Проходят они так же масштабно, как и, в принципе, все мероприятия, свадьбы и праздники в Алжире. Как вы знаете, мусульмане хоронят умершего в этот же день, не ждут, как христиане, три дня. Но это если только не нужно проводить никакие экспертизы. Человека омывают, обворачивают специальную ткань, читают имам над ним молитву и хоронят обязательно дома гриба до наступления темноты. Умершего хоронят только мужчины, женщины занимаются приготовлением поминок в доме. Как только озвучат, что человек умер, активируются все – родственники, соседи, знакомые, начинают привозить холодильники, рубят баранов, привозят огромные кастрюли, потому что будет очень-очень много приходить гостей. До этого я вам показывала, как мужчины сидят на улице, потому что у них есть гараж, и там они встречают только мужчин. Сейчас мы с вами плавно переместились в дом к моей подруге. Это она прислала мне видео, так как у них были похороны дедушки. И она показывает, как несколько комнат просто освобождают для того, чтобы застелить коврами. Вот такими псатами, тюфиками. И женщины сидят просто на полу. Приходят они на завтрак, на обед и на ужин. Постоянно в доме происходит готовка. Делается это для того, чтобы оказать моральную поддержку семье. И тут, поверьте, уже не до печали, потому что хлопот столько. Все мероприятие длится где-то три дня, а у некоторых даже неделя и больше. Постоянно приходят люди, и за все это время, мне кажется, проходит человек 500. Заказываются вот такие специальные кастрюли огромнейшие. Они и на свадьбы заказываются, и на праздники. В этой семье был назначен повар, повара несколько, которые постоянно готовили. Также в аренду очень часто берут пластиковые табуреты, столы. И вот у этой семьи есть гараж, и поэтому мужчины приходили справлять поминки в гараж. Ну, а женщины с детьми, конечно же, в доме. Готовили в основном, как рассказала подруга, это кускус, аиш, шорба, какие-то сладости, чай. Вот видите, как в гараже пока закрыты жалюзи, потом будет открыто, и люди будут приходить. Просто это еще очень раннее утро. Но многие люди не приходят с пустыми руками, приносят просто блоками, чай, кофе, сахар, лимонады. И потом большими запасами это остается в семье. В это время все родственники и друзья активно молятся за умершего человека, читают за него дуа. А дети и родственники, которые будут помнить о нем, будут читать молитвы о нем, упоминая пять раз в день до конца своей жизни.